Немецкие хитрости засунут руку в кипящее масло или полоснут ножом по пальцам. В мире, Евросоюз и Еврозона 11 мая 15-7 немецкие хитрости, засунут руку в кипящее масло или полоснут ножом по пальцам. 10,6 миллионов в Германии едва читают и безграмотно пишут. Сергей Дебрир. Комментарии в просмотров 4130. Фото. DPA slash DAS. В начале текущей недели в Германии опубликовали итоги исследования. Проведенного группой ученых-филологов Гамбургского университета по заказу Федерального министерства образования. Называется оно Ливел. One Study. 2018. Lebanon, MIT, Jeringa, Latraledat. Socor. Leo. 2018. Английский с лишним. Исследование первого уровня. Жизнь с низкой грамотностью. Исследование проводилось летом 2018 года путем опроса, охватившего около 7200 немецкоязычных взрослых в возрасте от 18 до 64 лет. Необходимым условием для участия в опросе продолжительностью около одного часа, было базовое знание немецкого языка. Ливел 1. Отсюда и название исследования. Как следует из его итогов. В 2018 году в общей сложности более 12% совершеннолетних в Германии, а это 6 200 000 человек, испытывали трудности с пониманием текстов на немецком языке. При том, что для 52,6% из них, или 3 261 000 человек, немецкий является родным языком. Из этих 3 261 007,3% имели лишь ограниченные навыки чтения и письма, так называемая функциональная неграмотность. Особую трудность чтения немецких текстов представляет для мигрантов 47,4% людей, которые не могли читать по-немецки, а это 2 939 000 человек, являлись мигрантами и изучали язык, отличный от немецкого. Из них немногим менее 78% т. е. 2 292 000, говорили, что они умеют читать и писать сложные тексты на своем родном языке. Читайте также. Генерал Баррера, французский спецназ воюет лучше русских и американцев. Пентагон изучает опыт операции «Серваль» в Мале более чем и каждого пятого функционально неграмотного не было аттестата об окончании школы, а около 40% имели лишь начальное образование. Но несмотря на трудности с чтением и письмом, 62,3% были трудоустроены. По данным исследования Лео 2010, в 2010 году общее число людей с низким уровнем грамотности к этой категории относятся все те, кто умеет читать и писать отдельные предложения, но не понимает связных текстов, составляло 7,5 миллиона человек, что примерно на 1,3 миллиона больше, чем в 2018 году. Прогресс был и в той категории взрослых, которые понимали связные тексты, но не умели хорошо читать и безграмотно писали, здесь отмечено сокращение с 13,4 миллиона человек в 2010 году до 10,6 миллиона в 2018. Оставим специалистам разбираться с причинами возникновения безграмотности их много, и все они с большей или меньшей степенью трудозатрат вполне преодолимы. Не будем трогать иммигрантов, хоть тема эта по-своему интересна. Ведь чем бы здесь канцелярина Ангела Меркель объясняла свое решение открыть германские границы перед мигрантами? Тем, что с их помощью можно будет компенсировать нехватку квалифицированной рабочей силы на немецком рынке труда. Но, как показала практика, малограмотные выходцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки не то что работать на современном оборудовании концернов BMW, Volkswagen, Siemens и т.д., но даже усвоить курс профессиональной подготовки оказались неспособны. Из этих полутора миллионов едва набрали аж 50 человек для выполнения простейших заданий на предприятиях. Deutsche Post. Вопрос в другом, как коренные немцы, едва умеющие читать и писать, умудряются выживать в такой высоко развитой во всех отношениях стране, какой является сегодняшняя Федеративная Республика Германия. «Функционально неграмотные используют определенные стратегии, чтобы окружающие не поняли, что они не владеют или недостаточно владеют навыками чтения и письма», рассказывает один из основателей Немецкой Ассоциации грамотности и базового образования, Бэг, Петер Хубертус, в течение многих лет преподающий на курсах грамотности и подготовки учителей. Как правило, они умело избегают любых ситуаций, в которых им придется иметь дело с заполнением бланков, чтением инструкций, и т.п. Классическое оправдание «Забыл взять с собой очки для чтения». Чаще всего такие люди имеют дома или на работе одного-двух доверенных лиц, решающих задачи, с которыми не способны самостоятельно исправиться их подопечные. С их помощью функционально неграмотные идут по жизни. Вы спросите, как может быть, что люди, годами посещавшие школу, не способны прочесть заголовок в газете или уличный указатель? У меня был слушатель, признавшийся, что в период учебы в школе не написал ни одного диктанта. Вы думаете, это невозможно? Возможно. По его словам, он всегда находил причину, чтобы увернуться. То он заболевал в день диктанта, то намеренно хулиганил в начале уроку и его выгоняли из класса, то говорил, что повредил руку его фантазии были неисчерпаемы. Злой урок, 70 лет назад при заходе на посадку разбился клуб Торино. На небесах собралось несколько футбольных и хоккейных команд высокого класса. Как правило, у функционально неграмотных людей хорошая память, продолжает фрау Еворски. Не умея прочесть слово, они способны вспомнить, как это слово выглядит и, таким образом, знать, о чем идет речь. Но неспособность читать и писать для большинства людей немыслима, потому эта тема становится запретной. Я хорошо знаю, как часто функционально неграмотным становится стыдно и на какие жертвы они идут, чтобы скрыть свою неграмотность. Когда такому работнику Кукух не предлагают прочитать какой-то текст, относящийся к кругу его обязанностей, он находит выход из ситуации в том, что, например, случайно сует руку во фритюрницу или случайно режется ножом. Установленный факт, многие рабочие, занятые на немецких предприятиях, нередко не понимают даже простейшие тексты. Прежде всего, это относится к персоналу с низкой квалификацией, обычно выполняющему вспомогательные работы. Поэтому правительство Германии намерено более активно внедрять программы по доподготовке функционально неграмотных. Об этом, представляя итоги исследования. ЛЕА. 2018, говорила сейчас федеральный министр образования Аня Карличек. При этом снижение числа функционально неграмотных с 13,4 миллиона человек в 2010 году до 10,6 миллиона в 2018 году она охарактеризовала как успех нашей системы образования. Германия. Евросоюз и Еврозона. Источник предположил, какие страны не пустят в Шенген после реформы. Продолжение следует...